Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас с вами игра под названием The Complex. Давайте я зачитаю вам описание, вы наверное знаете, но для тех кто не знает, вот. Действия фильма игры разворачиваются в Лондоне, в результате биологической атаки в городе начинается эпидемия смертельного вируса, а главная героиня, доктор Эми Теннант, специалист в области нанотехнологии, оказывается заперта со своим другом в секретной лаборатории. У героев ограниченный запас воздуха, лаборатория полна различных тайн и технологий, и игрокам предстоит попытаться выжить и раскрыть секрет опасного вируса. В общем, каждое наше действие повлияет на прохождение этой игры, и там 8 концовок, по-моему, если я не ошибаюсь. Это интерактивное кино, поэтому давайте начнем, давайте посмотрим, что же это за кино такое интересное. Как никогда, кстати, очень игра про вирус, про всякие там, вот, про вот, как у нас сейчас, в принципе, карантины всякие вводят, и ситуации в стране не очень понятные. Так что, на злобу дня мы пройдем эту игру. Может пройдем, может не пройдем. Новую игру нажму сразу, и не знаю, если не будет что-то за мной видно, то будет очень плохо. Ну, в принципе, я не такой большой, поэтому, наверное, будет все видно. Настроил на русский язык здесь, я, кстати, не посмотрел, русский там язык или нет, субтитры точно были включены. Фильм Пауля Рашида. Мышку беру. Киндар, северная, восточная, что ли, или какая-то, Азия, не знаю. Нет, северно-западная. Ох, я провел чистку обоих тел. Здесь чисто. Ты получила простые крови для исследовательского проекта Кеннингтона? Кому-то. Хорошая работа, доктор Уикфилд. Итак, еще один дрон. Да, они сбросили отравляющие вещества на их многоэтажный дом. А можно сделать вот так, настройки, русский язык, яркость, звук, блин, вот можно было звук голоса убрать поменьше? Ну, вот, вот, хотя бы давайте вот так вот сделаем. Я просто думаю, что если я буду рассказывать параллельно ей, то меня слышно не будет, потому что она очень громко, мне кажется, разговаривает. Потому что вот у меня в наушниках она очень громко разговаривает. Так, наверное, все. Наверное, больше ничего не нужно изменять. И давайте продолжим. Мальчик играл с мячом. Футбольным мячом. Привет. Я Эми. Ты? Тало. Приятно познакомиться, Тало. Ты сделаешь мне больно? Тебе ничего не сделают. Серьезно. Слушай, позволь мне делать свою работу, и ты будешь жить, ясно? Рис, мне нужно вести атропин. Да, у меня не было возможности пополнить запасы. Достань их сейчас же. Все хорошо, Тало, все хорошо. И яксотропин могу лечить всем, кого я лечил в Сирии, ясно? Ну, если он доживет. Эй! Эй, все в порядке. Все в порядке, как тебя зовут? Дима. Какая Дима, блин? Это я Дима. Здесь опасно. Верховный лидер организовал... Что-то там. Мы здесь, чтобы помочь нам. Вот это дать убить нас. Все, я как не знаю, что противостоит ему. Скажи мне. Это химическое вещество разрушит мою жизнь. Позитивно. Мы лечим вас вовремя, поэтому у вас есть большой шанс на выживание. Я слушаю лжецов каждый день. Вы не умеете врать. Ты дура, что ли, совсем? Просто дышите, посмотрите на меня. Дыши, смотри на меня. Мне надо. Мне нужно спасти моего ребенка. Все хорошо. Да ни хрена хорошего, на самом деле. Эй! Пельпасс есть черпанный. Все плохо. Остался только один флакон. Кого используем? Кого вылечим сейчас мы? Я хрен его знает, кого лечить-то. Вкали по половинке каждому. Что собираешься делать? Выбирать, блин. Сделать выбор. Спасти Диму. Нет, Диму мы спасать не будем. Спасти. Так. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Диму, ладно. Ладно, Диму. У нее ребенок еще вдруг выживет. Дима, дай руку. Пожалуйста, ты должна мне доверять. Хорошо, это спасет тебя и твоего ребенка. Нет. Вы с церковным лидером. Вы хотите убить моего ребенка? Зря я ей дал. Сука, ты тупорылая. Ну, в конце концов. Ну, ни себе, ни людям, короче. Ты дурак, блин. На хрен. Рис, как мне ей спасти? Рис. Рис сбежал уже, ёб твою налево. Ну, кто так делает? Ну, в конце концов-то. Мне самому аж поплохело. Ну, вон мне два дергаются лежат. Не, ну, вот ты видел, да, вот это вот? Я, блин, понимал, что она не очень хочет, чтобы ее вылечили. Она думает, что это все заговор. И вот этот вот, как Тана, или как его там звали, он хочет жить, блин, а это нет. Ёб твою мать. Дура, блин. Мы стоим на обрыве истории. Я доктор Эми Теннент. И я здесь от имени правительства Натали Кенсингтон, чтобы сообщить вам, как ваши инвестиции сделали это возможным. Во-первых, мы использовали ваши миллиарды для большого блага. Отношение корпораций Кенсингтон с Киндером процветает с момента окончания гражданской войны. Наши команды работают над разработками. С ведущими учеными страны. Натали уже даже дала что-то это. Ой, блин. Некоторые из наших стажеров из Киндера находятся здесь, с нами, сегодня. Киндер все еще тоталитарный указатель, нарушение прав человека и прочее дерьмо. Заняться. Киндер и мир. Но ваше беспокойство, он понятно. Могу ли я продолжить свою презентацию? Я хочу сказать, что это плохой пиар для нас. Остаться с Кенсингтоном в то время, когда она имела дело с Киндером. Ну, как видите, это не так. Тогда почему там проводится много исследований? Это черт утраты наших денег и ресурсов. А Киндер это бывшая британская колония, и мы все здесь пытаемся помочь ее восстановить. Мне кажется, это хороший филотропический пиар, и это налоговое убежище. Продолжай. Ты меня перебивать еще вздумал, но в конце концов, какая-то тварь. Теперь настоящая причина, по которой вы здесь. Что-то ехреновато. Комплекс Кенсингтон. Слова такие придумывают сложно. Наш непробиваемый штаб в квартире лабораторий построен на заказ под руководством Натали, всемирно известным Паркером Каплани. В глубине комплекса находится лаборатория с уровнем безопасности счета чрева научного прогресса. Там у нас есть нечто чудесное в процессе разработки. Я уверена, что вы все уже читали об этом из новостных лент, что экспедиция Гордона Гроссвена на Марс становится реальностью. Да, первым, кто вступит на Марс, станет британец, если мы сможем преодолеть одно из последних препятствий. Вот это вот вы. Да, сложная ночь. Не принимай наркотики, детка. Мы не можем разместить больницу над 10 тонном корабля Марса. Как же нам тогда обойти это препятствие? Наодноколедки. Стволовые келетки с нанотехнологиями. Наказавшись внутри тела, они мигрируют на место травмы. Там они отращивают кости. И генерируют дополнительную кровь, чтобы помочь катализировать процесс заживления. Маленькие волшебные пули. По-моему, она сейчас крякнется, вот если я не ошибаюсь. Ну что смотришь? Это просто макет. Настоящие нано-клетки все еще находятся в разработке, в безопасной среде, в комплексе. Но как только они будут готовы, мы можем начать испытания на людях. Обрабатывая жертв химических атак по всему миру, я уверен, что нано-клетки станут чудом современных технологий. По-моему, она сейчас умрет. Если я не ошибаюсь, ничего, блин, капец. Вы плохо как. Эми, ты нужна сейчас же. Погоди. У меня серьезные опасения по этому поводу. Как и у меня. Прежде всего. Эми, собирайся. Пошли. Пойдем. Тебя уже ждет машина. Пойдем. Это срочно. Мне надо идти, но пожалуйста, оставайтесь, чтобы создать замечательное гостеприимство. Пошли, Эмили. Мы должны немедленно отвезти тебя на место происшествия. Вместо происшествия, что случилось? Виде уже разошлось по сети. Я исключаю пищевое отравление. Да я тоже, как бы. Она сообщила, что у нее были другие тревожные симптомы. Естественно, все говорят о терроризме. Суицидальный террорист неисправен биологическим оружием. Нам нужно доставить ее в комплекс. Почему это наша проблема? Потому что одна из наших... Что-то там. Кто она, одна из наших? Кто? Слава богу, вы здесь. Это за пределами нашей компетенции. То есть, а вот баба вот эта вот в пальтишке, она в пределах компетенции, да? Отличная работа. Я смотрю ее в комплексе. Мы ждали вашего решения, прежде чем привезти ее. Дрон или скорая помощь? Дрон доставит ее быстрее. Но так опаснее, если она разобьет, то что было в ней, станет общедоступным. Она не разобьет технологии Кенсиктона. Используй дрон, Эми. Слушай, я тебя послушаю еще раз. Потому что ты уже один раз меня сюда позвала. Давай еще один раз послушаем. Дрон. Не облажайтесь. Все, ответственность вся на тебе. Сказали, тебя не облажают. Значит, ты не должен облажаться. Облажаешься, твоя вина. Итак. Что мы еще знаем о ней? Пока ничего. Давай вернемся в комплекс. Давай вернемся. Нахрена мы сюда ехали тогда? Объясните мне, пожалуйста. Я просто сейчас не понимаю. Что-то так все быстро происходит. Вообще ничего не понятно. Дрон полетел. Ну здорово. Какой мультяшный, красивый. Ну с дроном ничего не должно случиться. Потому что, ну... Ну так и должно быть. Слушай, прикольно. Кенсо снимают. Классно. Мне прям нравится оно. Займитесь делом. Друзья нашего ренегата. Ну, потеря друга в чужой стране. Такому можно посочувствовать. Сегодня нам нужен весь твой полевой опыт, Эйми. Время с вами было. И не говори. Ты должна быть шутишь. Давно не виделись в доктор Уэкфилд. Ну, мне на пути не встречалась женщина с рвотой кровью. Рис Уэкфилд? А, это он. Обнимемся? Давай пройдемся и поговорим. Хоть он не очень серьезный на самом деле. Я прям вижу, как он наплевательски ко всему относится. Итак, кто навещал СМИ? Навешал СМИ что-то там. Мне нужно принять звонок. Вы же узнали имя? Клэр Махеек, одна из наших. Утренняя работа. Нет, она задействовала одна. Зачем она использовала публичные еще для этого? Ну, Убер пока не предлагает услугу для побегов, так что... Слушайте, может, это действительно истерия? Что, терроризм? Сомневаюсь. Как всегда, восприимчив. Слушай, обещаю, я не знал, что ты все еще работаешь здесь. Если бы я знал, я бы что-то там на это... Слушай, почему ты не прыгаешь с парашютом? Или банджджампинг, или чем ты занимаешься? Потому что я был в Лондоне. Я почитал лето в Твиттере, увидел кое-что, с чем я могу помочь. Кроме того, Кен Синтон снова что-то там у него есть. Я не оспариваю это. И я извиняюсь, деньги не пахнут, что-то... Ёпт. Как вы быстро говорите, можно помедленнее, чуть-чуть? Я вообще так быстро читать не умею. Я, блин, пытаюсь вдуматься, а тут надо просто читать. А потом я хочу, чтобы вы вернулись и сообщили мне ваше решение. Спасибо. Ты не хотела обсудить это? Два спасателя лучше, чем один. Рис Векилд дезертир, я знаю, он подвел нас в прошлом, но люди меняются. Эмили тоже сделала выбор. А давай! Я забыл секундомер поставить. Эй, мне надо! Мне надо пять минут, мне просто надо выборную. За Рисом надо сходить. Ты идёшь? Пожалуйста. Нет, мне тоже нужно в туалет. Внизу тоже есть туалет. Эмили! Нужно с Рисом объединиться, чтобы у нас всё было с ним хорошо. Я не хочу, чтобы у нас такие хреновые отношения были. Ну, и мне нужно узнать, на самом деле, чем он там заниматься собрался в этом туалете. Реально в туалет пошёл или нет? Ммм, писать он туда пошёл. Вообще, туалет — это новое введение. Зачем ты туда пошла? Ты думаешь, он наркоман, что ли, или что? Что ты хочешь узнать, что он делает в туалете? Ааа. Чё делает? Чё, он наркоман, что ли, какой-то? У него отходняк, или чё? Я не понимаю. От ваших помощников в лаборатории Альфа. Ты должна увидеть другого парня. Лаборатория Альфа. Над, это моя технология? Да. Но как? То есть, никто не уходит и не покидает лабораторию нашего ведома об этом. Эмили, и я разберёмся в этом. Вы просто должны достать эти наноклетки, иначе работа нашей жизни исчезнет. Все наноклетки внутри неё? Это был основной прототип, дупликатов нет. Да ты... Удачи. Спасибо тебе большое. Блин, офигеть за удачу-то. Боже мой, вы, ребята, серьезно относитесь к моде. Да, теперь без старомодных скафандров. Скафандры? Увидишь. Хорошо. Да ладно, переодевайся с рисом, чё я как это-то. Больше раздевалка получше, чем в Конго, да? И в киндере. Я не знал, что нужно нас здесь сделать. Подглядывать за Арисом. Зачем мне за ним подглядывать-то? Я что с ним, это подружка, что ли, лучшая? Я, может, не знаю предыстории какой-либо, но... Мы уходим в космос. Вакуум активирован. Что-то вроде того. Эхо! Эхо, этот вакуум действует только в последней линии обороны, что предотвратить избежание микробов. Отсутствие воздуха, дело все стерильным, как в аду. Ну, это хорошо, оно микроскопическое, но это может создать некоторые физические... Трудности. Мышка, уходи. Как долго ты работала здесь? Ответить. В прошлом середе, то есть, по-моему, 4 года. Да, это было так долго. Я думаю о некоторых вещах, которые мы делали. Я видел, видели, видели, я еще целый год. Знаешь, я не просто прыгал с парашютом, мне нужен был перезапуск. Так, попробуй что-то новое. Узнал что-нибудь, что может помочь нам сегодня. Надеюсь, нет. Но звук все-таки есть, нет вакуума-то там. У него вообще не должно быть звука, потому что как в космосе, звука вообще нет никакого. Вот стучишь так вот, и никакого толку от этого нет. Потому что там звука нет, мне почему распространяться-то. Ну, как я, если я не ошибаюсь, конечно, я мало что знаю, конечно. Ну, ладно. Медитация-то что-то новенькое. Как и шпионаж. Доктор Томас Малкин и доктор Эверли Нойн. Это доктор Рис Уэйкфилд, он будет помогать нам сегодня. Крутой хвост. Я отведу вас к ней. Мы как будто в центре тех кукол, которые нашли друг в друге. Матрешки. Да. А, они русские. Разве нет? Как-то оказалось здесь, Малкин. Я хотел помочь доктору с тех пор, как я услышал ее о внеклетречной матрице из сетки стволовых клеток. Ни хрена непонятно вообще. Я не успел читать. Это печально. Нихуя себе, они атакуют структуру в мосте. Мы никогда не видели ничего подобного. У меня есть образец ее крови под микроскопом. И матом ругаются, ничо си. И я матом ругаюсь, походу. И чо? Это моя технология. А на клетке внутри нее. Но они не закончены, их нельзя остановить, так что они просто распространяют свое тело, производя избыток костей и крови. Но как она могла подхватить их? Возможно, от утечки. Нет, они едва выживают, в течение двух минут, когда они... И у нее не было разрешения на доступ к ним. Кто-то всадил их в нее. Нет, 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 оставь это Клэрр, тебе она нужна. Это чертовски неудобно. Ты террористка? Ты террористка? С меня была бы ужасная террористка. Я сделал это для Мины. Что такое Мина? Да перестанет же. Сколько раз мы видели одиночку, которая выпустила паноген в воздух, чтобы нано-клетки не приносить по воздуху, они будут переданы только через кровь. Так она кровищей напускала этой... Подозреваю они по имени Клэр Манхек. Кентер Схитчон, выключи телевизор. Скажите мне, что вы можете достать наши нано-клетки непрямо. Но нужно извлечь много крови, чтобы они оставались активными. Потом я буду использовать их качество образца для их воссоздания. Звучит довольно просто. Ну да, просто у нее есть много крови для извлечений. Не совсем. Ее новая материя, гвоздь, употребляет ресурсы тела намного быстрее. Если я возьму свою кровь за один раз, она умрет. А если она умрет до того, как вы достанете ее кровь, без живого сосуда нано-клетке, просто рассеется. Нано-клетке. Так или иначе она умрет. Хорошо. Чего хорошего-то? Человек умрет. Эми, мы должны пойти на это. Ради сохранения нашей технологии. Наталья, я не могу просто... Я перезвоню. Завершить звонок. Ну ты тварь, конечно. Что будем делать, доктор? Что мы будем делать? Снимай штаны и бегай. Что мы будем делать? У нас вариантов не особо много. Подготовьте все для полной диагностики крови. Должен быть способ вывести из нее нано-клетки. Доктор Уэкфилд, поменяйте ей капельницу. Я не могу рисковать попадания внешнего загрязнения. Безусловно. Доктор Тенант. Давайте на этом закончим. И в следующей серии мы продолжим, соответственно, узнать, что же было дальше. Как они там все это делали. Просто, на самом деле, я забыл, сколько поставить секундомер. Посмотреть, насколько у меня видео уже вышло. Я просто даже не представляю, насколько оно вышло. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok